В церемонии закрытия слёта приняли участие молодые атомщики, представители администрации Десногорска и Смоленской АЭС. Я как патриот Смоленской области, Смоленщины, Десногорска, Смоленской атомной станции, хотел бы у вас спросить, а вы мне хором ответьте, либо да, либо нет. Понравилось ли вам на нашем военно-патриотическом слёте в Десногорске? Да! Молодцы! Спасибо! Победители и особо отличившиеся получили заслуженные награды в различных номинациях – грамоты, благодарственные письма, медали и кубки. Третье – общекомандное место присуждено делегации из Курчатова. Нам тут очень понравилось. Мы смогли проявить свои патриотические качества, смогли проявить свои физические данные. И наша команда заняла третье место, чему мы рады. Тем более участвовало 10 команд, то есть это не 3 из 4. В лагере довольно-таки много чему тебя обучает. Во-первых, хорошие физические нагрузки, которые помогают и в дальнейшем. Также все вот эти патриотические действия, они помогут в нашем образовании в будущем, если мы будем поступать куда-то в военную часть. Второе место у команды из города Чаоса, Республики Беларусь. Я завидую Российской Федерации в том плане, что такое мероприятие масштабное, интересное, проведенное в таких условиях военно-полевых, проводятся, проходят они и будут проходить. И никаких преград для этого не существует. Победителями в 10-м юбилейном слете Отечества стали ребята из Смоленска. Не первый раз приезжаем, но все-таки завоевали первое место. Как готовились? Готовились, тренировались. Целый год тренировались, чтобы первое место. Сложные были испытания? Сложные. Участники слета высоко оценили уровень проведенного мероприятия, что подтвердил и председатель правкома Смоленской АЭС Юрий Кузнецов. У нас все получилось, травм нету. Я думаю, что дети получили хороший заряд бодрости, а самое главное – хорошие навыки, которые в дальнейшем пригодятся по жизни. Все это время с ребятами были их наставники, которые пообещали привести свои команды на соревнования и в следующем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова